Мы с вами поговорим об опыте дистанционного обучения для учителей и администраторов школы, и думаю, что тут даже не столько мы поговорим конкретно об опыте, потому что опыт годичный, очень сложно обобщить, сколько я попытаюсь донести до вас те мысли, которые мы наработали Союзом образовательных технологов Эстонии совместно с такими организациями, как ХАРНО, соответственно, наши школы и Союз образовательных технологов Эстонии. Какие-то моменты, наш сегодняшний формат всего час, за час успеть все очень сложно, поэтому где-то какие-то моменты я более подробно расскажу, ключевые, какие-то моменты, конечно, будут поверхностно озвучены и освещены, но я надеюсь, что, по крайней мере, эти моменты дадут вам пищу для раздумья и для того, чтобы прийти на следующий раз с какими-то конкретными вопросами. Итак, о чем мы сегодня с вами говорим? Мы говорим сегодня с вами о советах по организации дистанционного обучения в качестве подпунктов. Это рекомендуемое экранное время, баланс самостоятельной работы, работа под руководством педагога, новая терминология, которая выросла из этой ситуации, а также я поделюсь практикой планирования урока при дистанционном обучении и своей, и своих зарубежных коллег, и эстонских коллег. Мы поговорим о краже идентичности, о здоровье при работе за компьютером, а также поговорим о секретах по упрощению работы учителя при дистанционном обучении. Сейчас в чате кадре вам выслала ссылку. По этой ссылке вы сможете оставлять свои мысли по ходу семинара или вебинара, если они у вас будут появляться, какие-то вопросы. И вот в отношении вопросов, уважаемые коллеги, я попросила бы вас думать скорее о том, что бы еще вы хотели узнать. Потому что сегодняшний это вот такой пробный камень такого формата. И для того, чтобы увидеть необходимость подобных встреч и спрогнозировать тематику этих встреч так, чтобы она была вам необходима, нам нужны данные. И вот эти данные мы просим предоставить именно для того, чтобы мы спланировали это не просто ради галочки, а чтобы это действительно было вам полезно в первую очередь. Итак, если вопросов по нашей сегодняшней повестке нету, то я бы перешла тогда уже непосредственно к материалам и будем тогда уже говорить предметно. Итак, первый вопрос, который мы обсудим. Следующий слайд у меня почему-то не хочет включаться. Вот. Итак, советы по организационно-дистанционному обучению из практики планирования уроков при дистанции. Буквально недавно, неделю назад, Министерство образования разослало по всем школам информационное письмо по поводу дистантного обучения. И в приложении к этому письму было очень много различных документов. В частности, там было руководство и инструкции по организации дистанционного обучения. Скажите, пожалуйста, сколько из вас видела эти инструкции и ознакомилась с ними, успела с ними ознакомиться? Документ сам на эстонском языке. Может быть, администрация вашей школы вам как-то донесла эти инструкции? Да, видели, ознакомились, конечно, прочитали все. Вот. Ну, я просто на всякий случай спрошу. Я не видела, но я знаю об этом. Ну, я долго прям совсем не буду на них останавливаться. Я просто скажу некоторые моменты. Дело в том, что общаясь с учителями их школ, как с русскоязычными, так и с эстоноязычными, я вижу, что организации дистантного обучения в разных школах совершенно по-разному проходят. Что некоторые школы сосредоточены только на видеоуроках. Другие школы, наоборот, делают только онлайн уроки. И видеоуроки делают раз в неделю. У некоторых это идет неделя плюс неделя. У некоторых учителей идет, что только онлайн уроки. И на чем я хотела бы заострить внимание, так это на том, что министерство очень четко, черным по белому, сказало, что дистантное обучение – это обучение, которое должно проводиться в присутствии учителя. То есть просто сухое выставление материалов в эколь или в студию для домашнего выполнения не есть полноценное обучение. Контакт учителя и ученика все-таки должен сохраняться во время дистантного обучения и не только по переписке. То есть должен быть звуковой контакт, должен быть визуальный контакт. И чтобы вот это не было прям вот для учеников утомительно, чтобы это не было утомительно для нас, там были такие рекомендации даны. Потому что с первого по шестой класс, это значит первое и второе школьное звено, рекомендуется перед камерой у компьютера проводить не более 20 минут за урок. И с седьмого по двенадцатый класс, с учетом того, что там могут быть спаренные уроки, где в разных школах по-разному эти длительности этих уроков обозначаются, до 50 минут в случае спаренных уроков проводят дети перед компьютером. Но сегодня мы будем говорить о том, что насколько целесообразно проводить все 50 минут перед компьютером неотрывно. То есть возможно имеет смысл как-то эту деятельность, скажем так, сегментировать. То есть сколько-то времени онлайн, сколько-то не онлайн и так далее. Потому что у меня у самой дома растет шестиклассница. Я прекрасно по ней вижу и по детям своих знакомых, когда дети выходят уставшие, проведя 7 минут, 7 уроков перед камерой. Это, конечно, очень тяжело. Вы сами прекрасно знаете, насколько это утомительно сидеть перед компьютером. То есть да, мы привыкли к тому, что дети нас видят в школе по 7 часов в день. Но школа – это школа, а компьютер – это все-таки другое чуть-чуть пространство. Итак, это то, что касается инструктажа. Инструктаж при дистанционном обучении должен быть тоже очень хорошо продуманным. Я понимаю, что любой предметник во главу угла ставит всегда при обучении те результаты обучения, которые прописаны в нашей государственной программе. Понятно, что при дистанционном обучении достижение этих результатов в полном объеме, оно, скажем так, трудновыполнимо. И тут мы должны призвать, именно мы, не дети, должны призвать… Сережа, я вижу ваш вопрос, Элла, тоже ваш вопрос вижу. Сейчас мы увидим все и поговорим об этом, обо всем. Итак, я застряла сейчас на чем? На том, что инструктаж, да? Что инструктаж все-таки и материал, который мы даем, он должен быть достаточно продуманным в плане объема и в плане подачи материала. Я буду приводить по ходу нашего объема какие-то конкретные примеры. И я надеюсь, что если вы подумаете, то вы этих примеров тоже сами уже из своей годичной практики сможете привести гораздо, ну, достаточное количество. Итак, дальше смотрим. Когда мы говорим о дистанционном обучении, то первые термины, которые приходят сразу же, это синхронное обучение и асинхронное обучение. Данные, которые вы видите сейчас перед собой на слайде, они взяты из преподавательского центра Microsoft, которые определили синхронное обучение следующим образом. Это когда преподаватели и учащиеся одновременно работают в одной и той же виртуальной среде обучения. И под виртуальной средой обучения мы в данном случае не понимаем Google Class или Moodle, а мы понимаем как раз те инструменты для проведения видеоконференций, которыми вы пользуетесь. Это или Zoom, или Google Meet, это или BigBlueButton, или Adobe Connect, или Microsoft Teams и так далее. В рамках синхронного обучения, как правило, преподаватель проводит урок в определенное время, учащиеся должны успеть к нему присоединиться. То есть это, грубо говоря, то, что происходит в большинстве наших школ. Сейчас, когда у нас уроки идут по тому же расписанию, по которому они шли, когда дети учились в школе. Дети встречаются каждый день с преподавателями, так же, как и на обычных уроках в школе. Каждый день в начале нового урока учащиеся подключаются к видеозвонку, где могут общаться со своими одноклассниками и преподавателем. Урок проводится абсолютно точно так же, как если бы учащиеся были на очном занятии. И в свободное от уроков время учащиеся выполняют домашнюю работу, затем отправляют ее преподавателю посредством онлайн-инструментов. И вот только тут мы включаем Google Classroom и лимит для предоставления домашних заданий. Хотя это могут быть и электронные почты, конечно, и наши системы управления обучением, такие как Ecole Studio. Ну и, соответственно, от преподавателей в данном случае ожидается комментарий, а не просто цифровая оценка, да, 5 или 3, а мы должны дать ребенку конкретную обратную связь по поводу того, что у него получилось, что не получилось, над чем еще надо поработать. Потому что у нас отсутствует возможность той обратной связи, которую мы обычно давали устно в школе при встрече, когда мы просили там, Миша, останься, я тебе скажу там, что тебе надо доработать. Асинхронное обучение – это обучение, при котором учащиеся выполняют задания в удобное для себя время. Им не нужно каждый день подключаться к уроку с преподавателем. В случае асинхронного обучения преподаватель выдает учебные материалы, видеоуроки, предварительно записанные задания, которые учащиеся должны выполнить к определенному сроку, например, в течение недели. В течение недели учащиеся проводят обсуждения, сообща работают над вордовским документом или презентацией, смотрят какое-то видео, отвечают на вопросы. Один или два раза в неделю при асинхронном обучении преподаватель может проводить онлайн-собрание, чтобы объяснить какую-то новую тему и пообщаться с классом. Кроме того, преподаватели могут устанавливать в течение этой недели время, когда консультации, когда учащиеся могут попросить о помощи или задать вопрос по заданиям на неделю. Это вот видение Майкрософта по поводу асинхронного и синхронного обучения, что показывает опыт. Сейчас я попробую переключить, почему-то у меня со слайдами переключены слайдов. Итак, опыт говорит, что чаще всего в наших школах, в школах Эстонии мы пользуемся четырьмя платформами для проведения видеоуроков. Это Zoom, Meet, Microsoft Teams и BigBlueButton, которые эту услугу BigBlueButton предоставляют. Во-первых, Moodle, а во-вторых, Harna, по-моему, с прошлого года тоже предоставляет школам возможность использования этой среды. В синхронном обучении, как правило, проходит обмен мнениями со студентами, с учениками и объяснение нового материала. Ученики учатся на опыте своих одноклассников. Вы используете те методы обучения, где у вас роль медиатора или модератора. То есть это методы обсуждения, дискуссии и так далее. И синхронное обучение сегодня мы используем для чего? Для того, чтобы улучшить общение и контакт с учениками. Потому что дети находятся дома, мы дома. Общаться надо для того, чтобы понимать вообще, ребенок учится, не учится, что с ним происходит, и где он понял, где он не понял. Элементарно. А синхронное обучение – это обучение, при котором учащиеся до урока знакомятся с учебным материалом самостоятельно. И упор идет на основные идеи и понятия. Идет проверка каких-то базовых знаний учащихся по изучаемой теме. И от итога этой проверки зависит содержание синхронного урока. То есть какие-то, возможно, пробелы будут отработаны во время синхронного урока. Ученики знакомятся с материалом в своем темпе. И это очень полезно, когда знания учеников очень разобщены. Мы все прекрасно знаем, что дети у нас в различной одаренности есть. Есть с положительной одаренностью очень талантливые детки, а есть детки, которым бывает трудно. И мы не можем подходить к ним абсолютно с одинаковыми требованиями, что это задание в таком объеме должно быть выполнено за одинаковое количество времени. Потому что тут же Петя, Вася, Маша выполнят это за 5 минут, а какому-нибудь Феде, Сереже и Оксане понадобится гораздо больше времени. Ну и основное время, которое проводится в асинхронном обучении, детям уделяется на рефлексию по материалу и на обдумывание этого материала, с которым они познакомились. Вообще, в принципе, синхронное и синхронное обучение предполагает наличие некоторых моделей. И самая, наверное, распространенная модель синхронного и асинхронного обучения – это модель перевернутого класса, который, я думаю, многие из вас на данный момент слышали. Это когда самостоятельно ученики дома знакомятся с материалом в течение какого-то времени, в том темпе, который им подходит, тот темп, который им комфортен, затем по истечении какого-то времени на изучение материала проводится какой-то, может быть, тест, может быть, выполнение какого-то задания на проверку того, как дети поняли, не как усвоили, а как поняли этот материал. И эти знания, они дорабатываются во время, скажем так, живого общения, то есть видеоурока. И все бы ничего, но не всегда вот эта модель, она себя оправдывает. И тут мы встречаем очень много недопонимания, во-первых, со стороны детей, которые не привыкли так учиться, и, как следствие, со стороны родителей, которые не готовы к такому обучению. Ведь давайте не будем лукавить. Школ и учителей, которые планомерно, систематически применяли модель перевернутого класса в течение многих-многих лет, ну, по сути, не так много. Мы много об этом слышали, много знаем, но давайте не будем лукавить. По сути дела, не так мы сильно этим занимались. Что предлагается? Помимо вот стандартной такой классической модели перевернутого класса, есть варианты комбинирования. И схему комбинации вот этих вот приемов синхронного и асинхронного обучения вы видите сейчас на экране справа, где в случае синхронного и асинхронного обучения, скажем так, играют важную роль весомость или количество методов, которых мы используем. То есть мы можем их между собой комбинировать, но превалировать должны методы синхронного обучения в случае, если это синхронное, и асинхронного в случае, если это асинхронное. Поскольку презентация будет доступна позже, я не буду сейчас на ней долго останавливаться. Мы сможем с вами это обсудить дальше, если будет такая необходимость с вашей стороны. И если будут какие-то вопросы, то в конце вебинара будет у вас возможность задать эти вопросы, и мы можем тоже остаться и пообсуждать. И сразу говорю, что сессия вопрос-ответ, она на запись не пойдет. Так, далее. Теперь, поскольку мы с вами уже какое-то время посидели, мы практически 20 минут с вами провели перед камерами, давайте немножко сделаем зарядку, и наши глазки должны с вами немножко отдохнуть. Поэтому сейчас, пожалуйста, зажмурьте глазами секунд на 15, и ваши веки должны быть немножко напряжены, чтобы темнота в ваших глазах была полной. Время вам засекать не надо, я это время засеку сама. И на счет три. Раз, два, три. Постарайтесь напрячь веки, сделать так, чтобы глазкам было темно-темно-темно-темно-темно. Так, вы можете глазки открыть. Теперь, пожалуйста, просто медленно закройте глаза, не зажмуривая их сильно, просто спокойно закройте глаза, и 10 секунд посидите с закрытыми просто глазками. Можете открыть глазки. И теперь вспоминаем замечательный мюзикл, который называется «Летучая мышь». И практикуем стрельбу глазами. А именно смотрим сначала вверх, потом вниз, потом влево, вправо. И повторяем вот это упражнение, стрельбу глазками, три раза. Так, я надеюсь, что вы успели. И теперь давайте представим себе, что наши ресницы – это бабочки, и представим, что мы хотим, чтобы эти бабочки взлетели. В течение буквально 20 секунд постарайтесь быстро-быстро моргать глазами, чтобы ваши реснички попытались взлететь. Надеюсь, тоже успели сделать. И теперь давайте представим себе, что мы художники, но вместо кисти мы рисуем глазами. И давайте попытаемся своими глазами изобразить восьмерку для начала взглядом. После того, как вы попытались нарисовать восьмерку, давайте изобразим звездочку, например, глазками тоже. И теперь по желанию в дальнейшем вы сможете использовать эти упражнения, еще другие, какие у вас будут, для того, чтобы немножко своих детей, своих учеников на уроке тоже, скажем так, приучить к тому, что надо иногда отдыхать от постоянного внимания на экран. И гораздо лучше, если вы будете этим процессом дирижировать, чем дети будут это делать, независимо от того, сказали вы это сделать или нет. Ведь вспомните, в былые времена у нас были на уроках физминутки, помните? Когда физминутка должна была быть обязательно просто в середине урока. Зарядка для глаз сегодня в наших условиях может использоваться как одна из таких физминуток как раз. И я уверена, что в дальнейшем, в более длительной перспективе ваши ученики скажут вам спасибо за то, что вы щадили их глаза и свои глаза тоже. Так, идем дальше. И я надеюсь, что вы отдохнули. Если мы посмотрим на год прошедший, то что мы можем сказать? Год прошедший во всем мире, не только в Эстонии, скажем так, дал очень много данных для того, чтобы сделать следующие выводы. Что для успешного дистанционного обучения нам необходимо, во-первых, дети должны быть ориентированы на то, что обучение идет онлайн. Они должны знать, что во время онлайн обучения они могут быть разбиты на более маленькие группы. Что их процесс обучения, он может быть не единым блоком, а он может быть разбит на какие-то, скажем, составные части, на маленькие пазлики. Но, тем не менее, у них должно быть видение и сохраняться видение этой единой картины. Очень часто говорится о том, что в основном проблемы возникают тогда, когда на онлайн-видео уроках нет четко установленных правил, нет четко установленных ожиданий от поведения ученика. То есть, когда ученики не оповещены заранее о том, как они себя ведут на онлайн-уроке, о том, что они, допустим, включают микрофоны только тогда, когда учитель спрашивает, или камеру они включают только тогда, когда учитель просит или общается с ними, и различные другие моменты. Кроме того, вы сами прекрасно знаете, я думаю, что были моменты или слышали от коллег, когда дети не очень культурно могут себя вести в чате. И если вы эти правила не оговариваете, то, соответственно, дети еще, они сами, особенно младшие, особенно наши 12-13 и 14-летние дети, они не знают, как себя корректно вести или не всегда умеют это контролировать. Так как не знают. Так, я прошу прощения за звуки. У меня тут код наружу рвется. Буквально смешно. Вот. И я вижу, Татьяна поделилась тут фотографиями зачем-то. Таня, комментируйте, что за фотографии вы нам прислали. Да, этикет на удаленке. И я знаю, что очень многие школы на самом деле ведут ввели различные правила, и очень часто эти этикеты и правила, они составлены и опубликованы на страницах школ не только для учеников, но и для родителей, потому что родители, зная эти правила поведения, дома тоже могут эти правила поведения с детьми проработать, соответственно. Что очень важно еще во время дистанта. Часть наших дисциплин, которые мы повседневно с вами преподаем в школе, такие как физика, химия, скажем, где-то геометрия, может быть, где-то биология и так далее, они, особенно технологии, работики, программирование, они неотрывно связаны с наличием каких-то средств обучения. Будь то швейная машинка, будь то компьютер, на котором мы можем программировать, будь то резисторы, проводочки для проведения опытов и так далее. И, к сожалению, в дистантном обучении мы не можем проводить лабораторные работы и практику мы с детьми, так как мы это привыкли делать. Поэтому особо важно уделять внимание тому, чтобы дети понимали, где одно или иное можно использовать в повседневной жизни. Допустим, если мы говорим о токе, то где этот ток используется? То есть электрический ток. И что значит положительный заряд, что значит отрицательный заряд? Это, например, надо, чтобы ребята чувствовали то, что учитель с ними и чувствовали это постоянно. Каким образом это чувствуется? Во-первых, вовремя, всегда, загодя, надо отправлять извещения, стараться все-таки в видео участвовать и участвовать в дискуссиях и обсуждениях. Показывайте, не стесняйтесь показывать то, что вы показываете детям в школе. Не стесняйтесь показывать, что вы являетесь... экспертам у своего предмета. Не стесняйтесь показывать свою харизму. Понятно, что харизму гораздо сложнее передать через видео, но тем не менее, если вы в нормальной жизни при обучении детей допускали какие-то поучительные шутки или рассказы, не отказывайтесь от этого. Продолжайте делать это в том же виде, потому что это, во-первых, и у детей вызовет такое чувство знакомства, и вы будете чувствовать себя комфортнее, и не будет вот такого вот этого холодного виртуального общения. И дети будут чувствовать, что да, перед ними тот же учитель, который с ними шутил в школе. Так. Юль, в чате... Обязательно продумывайте сроки и график для детей. Очень четко продумывайте пошаговые инструкции. Я тут приведу конкретный пример из своей жизни. Мы увидели инструкцию, которая с ребенком не так давно, но которая меня, скажем, немножко возмутила как учителя, но я поняла, что учитель просто устал. Когда ученик шестого класса пишется, что вот, пожалуйста, сделай творческую работу по этой теме, причем дается. Ты можешь сделать либо презентацию, либо видеоролик, либо реферат, либо плакат. И никаких больше критериев оценивания. Нисколько слайдов в реферате, нисколько листов в презентации, нисколько листов в реферате, ни длина и продолжительность видеоролика, ничего. Только написано отразить вот эти пункты. И понятно, что ученик, скажем, 12 класса, ну или там 10 класса, да, он с этим справится. Тем более, если в школе есть информатика. Но информатика ведь не во всех школах есть. И несмотря на то, что диги-компетенция у нас с 14-го года в школьной программе, давайте будем честны, не каждый из нас на своих уроках использовал компьютеры очень активно. Есть учителя, которые активно, и целенаправленно, и систематически это делают, но есть учителя, которые делают, ох, мне времени нет, у меня программа бы пройти. Ну согласитесь, есть такое. Вот, и поэтому нельзя предполагать, что ребенок, учащийся там в 5-6 классе, в школе, где нет информатики, сможет вам сделать видеоклип или сможет вам сделать презентацию, если конкретно этот учитель на своем уроке этому ребенка не научил. В прошлом году, прошлой весной, когда начался дистант, и мы с Настей Ворониной и с Харном пытались тоже делать какие-то и вебинары, и обучение. Я помню разгневанные посты родителей, которые писали Насте, и Настя мне показывала просто, говорит, Мань, ну вот чего мы делаем не так, почему до людей не доходит. Родители, я помню, по весне делали презентации, рефераты, тоже какие-то работы родители делали, не дети, потому что дети просто не умели этого делать на тот момент. И давайте будем честны, не каждый и сегодня умеет это делать. Поэтому, если вы что-то делаете, будьте, пожалуйста, очень точны. Если вы хотите, чтобы ребенок вам сделал презентацию, то будьте добры, прикрепите тогда к этому заданию, либо обучающие видео по поводу с записью экрана, где вы показываете им, как эту презентацию делать. Или если вы сами стесняетесь или не умеете делать это экранное видео, то тогда найдите обучающий ролик в Ютубе, который ребенок может посмотреть и повторить какие-то шаги. Но не так, что сделай презентацию, и никаких критериев нет, и никакого материала поддержки нет. То есть вот эти моменты, они должны все-таки быть достаточно хорошо продуманы. И понятно, что задания должны быть очень взвешенными. То есть если у вас урок идет, скажем так, в асинхронном режиме, то есть вы выставляете какие-то задания, которые дети должны сделать, и дополнительно к этому даете еще домашнее задание, то дети просто взвоют, а следом за детьми взвоют родители. Другое дело, если это идет видеоурок, и по ходу видеоурока вы даете какое-то задание, которое должно быть сделано в течение какого-то времени. Но в этом случае вы есть у детей вот здесь и сейчас, и сразу ребенок может спросить и обратиться, если что-то непонятно. В этом случае домашнее задание дать можно. Но не в том случае, если ребенок работает дома самостоятельно, потому что его самостоятельная работа это уже и есть, по сути, его домашняя работа. Все работы учеников, которые... Не знаю, сейчас я прокомментирую. Все работы, которые ребята присылают, старайтесь давать обратную связь. Даже если эти работы не на оценку, но вы просто элементарно напишите, что спасибо, там, Юра, я твою работу получила, мне она понравилась, но вот это осталось непонятным. Или вот это, вот это ты не совсем понял или не совсем доделал. Элементарно два-три слова. Я понимаю, что объем работы большой, но в данном случае важно, чтобы дети видели, что вы получили их работу. потому что если они присылают работы, а от вас нет никакой обратной связи, то тогда это создает вопросы. Элла пишет, что родители указывают, что пользоваться Ютубом можно с 8 лет. Что делать, если в классе половина семилетних? А надо давать инструкцию. Те инструменты, которые используются на данном сегодня для того, чтобы делать запись экрана, они позволяют записывать файлы. И в данном случае Ютуб совершенно не нужен. То есть вы можете записать видео экрана, вы можете сохранить его на свой компьютер и, соответственно, выставить этот видеоролик либо в Classroom, если вы им пользуетесь, либо отправить этот ролик по почте, загрузив его предварительно на облачный сервис, там Google Диск или... Да, совершенно верно, через Google Диск или там Vimeo, там есть другие различные сервисы. Тот же Microsoft в облако тоже можно видео абсолютно так же загружать. Вот. Тут, Элла, тогда вопрос в том, что как вы даете, да, что есть возможность просмотра файла по ссылке и тогда не требует входа в Диск или есть возможность доступа к файлу только пользователям, находящимся в школьном домене. Александра, я вижу комментарии и абсолютно согласна с этим комментарием. То есть тут надо подумать о том, в каком виде эта ссылка выставляется. Так, идем дальше. Какие-то советы. Ну, про четкие правила мы говорили, уже немножко повторяться не буду. Сегментировать урок. И сегментировать урок по принципу видеообъяснения в течение какого-то времени. Какая-то практика, какая-то рефлексия. Старайтесь чередовать во время урока пребывания ученика за камерой со временем, которое проводится не у камеры. Я привела на слайде сейчас время очень такое схематичное, 15 на 15 на 15. Конечно, это на ваше усмотрение. Оно может быть абсолютно в других пропорциях. То есть если вы считаете, что вам больше времени надо уделить на объяснение, значит смело берете на объяснение больше времени. Но следите за тем, чтобы у вас было во время видеоуроков где-то от пяти до семи различных действий. Чтобы это не было монотонной такой вот лекцией, как я вам сейчас читаю. Тщательно продумывать визуальный ряд и виды заданий. Что тут имеется в виду? Когда вы показываете детям презентацию, на котором очень-очень много текста, дети просто не успевают это прочитывать. Я думаю, что все мы это знаем прекрасно. Поэтому старайтесь использовать какие-то схемы, если это можно, какие-то изображения. И виды заданий старайтесь продумывать все-таки так, чтобы детям это было доступно. Если вы хотите начать использовать какую-то техническую новинку, то сделайте для ребят пошаговую инструкцию, а лучше всего пошаговые видеоэкраны. Как это делать? Элла, если у вас проблема, я вижу чат ваш, с тем, как детям открывать, действительно, сделайте, запишите один раз видеоэкрана и попросите родителей, чтобы они вместе с детьми посмотрели это видео и сказали, что и как. Если вы хотите начать использовать какую-то... А, так. И наша весна показала нам, что у нас могут отказываться наши системы, к которым мы привыкли повседневно использовать, такие как ЭКОЛЬ. по осени, поправьте меня, если я не права, у нас отказал Гугл. Я думаю, что многие из тех, у кого были уроки в Гугл Мите назначены или в Гугл Классруме, просто хватались за голову с вопросами, ой, что же теперь делать. У меня там был урок, у меня там было приготовлено, запланировано. Поэтому интернет – дело ненадежное. Он сейчас есть, потом нет. Точно так же абсолютно все платформы. Поэтому в этом случае у вас всегда должен быть наготове план Б и план В урока. На случай если. То есть, если вдруг перестанет работать Zoom, ваши действия. Если вдруг перестанет работать Гугл, ваши действия. Чтобы не получилось так, что происходит какая-то неожиданная ситуация, и вы начинаете волноваться, начинаете искать какие-то выходы, ресурсы, и тратите на это время. Ну и еще раз я подчеркну, что все-таки не задавайте ребятам тому, того, чему лично вы на уроках их не научили. Так, структура видеоуроков. Ну, во-первых, на видеоуроках должны использоваться активные методы обучения. От этого мы никуда не уходим. Это мы и так с вами используем ежедневно в классе, когда мы преподаем. Но активные методы в случае видеоуроков, они немножко иные, чем активные методы, когда мы в классе с вами занимаемся. И к активным методам у нас могут относиться такие вещи, как чат, создание облака понятий, веб-доска. Сейчас Гугл нам замечательный инструмент подарил в виде джемборда, опрос, какое-то интерактивное упражнение. Тоже ресурсов для создания интерактивных упражнений очень много. И мы чуть позже поговорим. Александра согласна абсолютно с той, с тем советом, который ты сейчас даешь, о том, что вечернее занятие с родителями, где пройти пошагово вместе те действия, которые необходимы во время уроков и так далее. Это тоже один из вариантов. Да, это дополнительная нагрузка, но взвесьте, или вы будете повседневно получать истерики, потому что они не знают, как это сделать, либо же они действительно один раз вместе с вами пропробуют, просмотрят все и будут чувствовать себя гораздо увереннее. Не забывайте о том, что и детям, и вам нужны разминки, когда вы можете отвлечься от камеры, от компьютера, немножко отдохнуть, немножко размять суставы, размять мышцы, сухожилия, а не сидеть статически, скажем, 8 часов подряд за экраном компьютера. Чередуйте виды деятельности. Так, я прошу прощения, у меня почему-то слайд ушел. Ай, ах. чередуйте виды деятельности каждые 7-10 минут. И чередуйте, под словом чередуйте, я не подразумеваю то, что мы сейчас посмотрели презентацию, а сейчас мы будем смотреть видео. Старайтесь чередовать действия таким моментом, что какое-то время он у экрана, потом он выполняет задание, допустим, в рабочей тетради. Потом вы его опять завете в тетрадь к экрану и действие происходит какое-то другое. По поводу этапов урока, этапы урока остаются абсолютно теми же, которые были у нас в контактном обучении, это введение в обязательном порядке озвучивайте цели урока, оценивание, что вы оцениваете на этом уроке, обязательно говорите, проговаривайте с ребятами, что сегодня на уроке у нас будут такие-такие этапы, уделяйте время повторению материала, нового материала давайте дозированно, старайтесь отрабатывать то, что уже пройдено, и новый материал, я говорю, не давайте его слишком много, потому что у детей будет сумятиться, уделяйте внимание проверке домашнего задания, рефлексии, что понял, что не понял, что еще нуждается в отработке, понятно, программа программы, но наша программа не рассчитана на те условия, к сожалению, в которых мы сейчас оказались, и дети не должны из-за этого страдать. В методах работы, поскольку коммуникации у нас мало сейчас, старайтесь отдавать предпочтение парным и групповым методам работы, создавайте условия для того, чтобы был обмен мнениями, уточнение каких-то вопросов. Ну и хорошо, если те правила, которые вы заводите, чтобы они все-таки были согласованы с теми правилами и установками, которые дают в вашей школе ваши коллеги и с теми правилами, которые существуют в нашем государстве по поводу организации видео и онлайн уроков. Так, и далее тут несколько вот таких инструментов, которые можно использовать для проведения дистантных уроков, те, которые я использую сама и могу вам рекомендовать как замечательное средство для проведения уроков. Ну, Answer Garden я использую для того, чтобы повторить с детьми что-то, для того, чтобы получить какую-то обратную связь и сформировать облако понятий по теме. очень хорошо подходит в тех случаях, когда вы хотите проверить, какие знания или ассоциации у детей есть по конкретной теме. Находящийся в центре лого ScreenCustomatic это как раз инструмент, при помощи которого вы можете записывать свой экран, давая какие-то пояснения со звуком, то есть создавать такой как бы видеоурок для детей и как раз ScreenCustomatic дает возможность как загружать отдельный файл сохранять эту запись файлом либо выгружать сразу в YouTube. Поэтому тут в этом плане вам будет удобно что вы выберете. И там есть бесплатная версия, которая позволяет записывать коротенькие ролики до 6 минут и платная версия порядка 20 евро в год или что-то в этом роде, которая снимает эти ограничения и вы можете записывать там видео хоть 45 минут. Ментиметр замечательный инструмент, который используется как для обмена мнениями, там и облако понятий можно делать, и различные диаграммы можно выстраивать. Тоже очень такой интересный, интерактивный и красочный инструмент. Google Jamboard, я думаю, особо в рекламе не нуждаются, учитывая то, что большинство наших школ работают с Google классом и Google инструментами, это интерактивная доска, которую одновременно можно создать до 20 листов и, соответственно, по принципу презентации наполнять эти различные задачи. Zoom и Meet тоже можно записать, да, но в данном случае у вас не будет такого курсора. Все-таки Screen Customatic он больше именно для записи, записи с голосом рассчитан и там есть возможность как-то эти форматы данных, форматы записи пересматривать, да. Кроме того, есть замечательный инструмент Huawei Spare, это H5P, английская разработка интерактивных заданий, что-то наподобие инструмента Learning Apps, но более продвинутый и адаптированная версия H5P находится у нас на эстонском языке, она есть, это sisulome.ecoliko.ee и в этом sisulome тогда тоже можно создавать и контрольные работы, и интерактивные видео, и тесты, задания, там очень много, там порядка 50-ти, если не больше видов различных заданий, я думаю, что любой предметник абсолютно найдет для себя там любимые виды заданий. Лично я использую такой инструмент, как NIRPOD, который тоже позволяет проводить уроки интерактивно и позволяет делать как уроки синхронного, так и асинхронного обучения. По сути, это интерактивные презентации, доступ к этой презентации открывается на конкретное время конкретному классу под конкретным ходом. В презентацию вы можете между слайдами вставить какие-то задания, и после выполнения этого урока вы получаете отчет по ребенку, что ребенок написал, как ребенок ответил, сколько времени он провел, и на основании этих отчетов, где ошибка, где не ошибка, вы можете работать дальше. Ну, понятно, Google Classroom я уже говорила, но чем хотела заострить сегодня внимание, это доски Kanban, которые как раз позволяют сделать то, о чем я говорила ранее, то есть они позволяют визуализировать процесс обучения, когда мы говорим, что вот у нас допустим тема лес, нам надо по этой теме выучить, например, название деревьев, лесных животных, лесных растений, посмотреть погоду в лесу, правила посещения леса и так далее, так далее, так далее, и вы можете потом передвигать по табличке вот эти вот под темы, показывая ребятам, что ага, вот это мы уже с вами выучили, но вот это нам осталось, вот это нам надо доработать. Очень хорошо визуализирует вот это все предварительно полученные знания по этой теме. Если вы, допустим, в каком-то классе, там в седьмом, возвращаетесь к теме, которую вы учили в классе в четвертом или в шестом, и вы хотите посмотреть, что дети вспомнили, и чтобы подстраховать себя на тот момент, когда вы не знаете, что вам дети ответят, вы можете дать им подсказку, что смотрите, детки, давайте вспомним, в четвертом классе вы учили эту тему, и по этой теме у вас было вот это, вот это, вот это. То есть вот такая вот система, она помогает вот это, все эти знания, да, как-то структурировать, причесать и визуализировать. Кадри вам про ссылку на Сисиломы тоже дала. И для видеоурока, да, вот эти канбандоски, они очень, конечно, хорошие. Так, давайте, наверное, не будем сейчас посмотреть видеоразминку за столом, вы можете этот ролик потом посмотреть, тоже очень элементарно, просто, и вы можете встраивать в свою презентацию урока вот такие вот небольшие видео и просить детей просто сделать, выполнить те движения, которые в этом видео сделаны, просто чтобы немножко, опять же, помочь детям и с осанкой и с их постоянной усталостью и снять немножко напряжения и размять опять же мышцы. Так, ну, я думаю, что мы сейчас не будем посмотреть. Укладываемся чуть-чуть уже. Так, для вас подготовила схемы, которые вы потом на презентации посмотрите по поводу правильной осанки при работе за настольным компьютером, при работе с лаптопом и по ссылке, которая дана у нас вот тут вот, в кадре сейчас ее скопируют, я надеюсь, вам из презентации вы ее в чате увидите, у вас будет доступ к Google диску, в котором у вас будет пять небольших упражнений, буквально на 20-25 секунд каждое, которое подготовлено клиникой и глазными врачами для того, чтобы как раз дать детям возможность немножко отвлечься от того, что происходит на экране. Катрика, салексицы, это линьки, проеку, я как-то чаттика. Нет, куся, гулять. я надеюсь, что ролики на русском языке, я надеюсь, что они станут для вас такой неотъемлемой частью нашей, скажем так, повседневной работе. То, что касается терминологии, Харно в течение нескольких последних недель, месяцев очень сильно работала над той терминологией, которая описывает все то, что происходит сейчас в наших школах. И дигитальное обучение дает определение тому, что такое гибкое обучение, что такое дистантное обучение, что такое гибридное обучение, или они называют его поймуткой. То есть это обучение, в котором при случае которого заговорилась, часть обучения проходит в контактной форме, и часть проходит в дистантной форме. И ПАНДП это обучение, при котором у нас часть детей находится в классе вместе с нами, часть детей находится дома. И соответственно дает более конкретное обучение, понятие, определение тому, что такое веб-обучение, что такое контактное обучение, что такое форма обучения, что такое метод обучения. Переводить сейчас не буду, я думаю, что это будет один из вариантов наших дальнейших с вами встреч, на которых мы как раз поговорим и обсудим. Может быть, найдем какие-то альтернативы на русском языке всем этим терминам, потому что на данный момент такого вот прям конкретного перевода один в один у этих терминов пока нет. Кража идентичности. Те основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся во время наших видеоуроков, это то, что распространяется личная информация и эта личная информация касается не столько, скажем, каких-то там паспортных данных, сколько элементарно то, что, к сожалению, многие ученики не знают понятия такого, что нельзя делать фотографии с видеозаписи или нельзя записывать экран во время видеоурока и нельзя распространять там сделанные записи везде в социальных сетях, и об этом надо говорить. Фотографирование и видеозапись во время урока должны безусловно быть прописанное в школьных документах о том, разрешено это или запрещено, при каких условиях можно делать видеозапись, фотографировать детей во время видеоуроков, что происходит с этими видеозаписями и фотографиями, как они потом в дальнейшем хранятся, обрабатываются, удаляются и так далее. То есть вот эти моменты должны быть прописаны, потому что если этого нет, ну, как бы и спроса нет. А в школе школа может попасть в очень неприятную ситуацию, когда родители будут жаловаться и будут идти какие-то разборки. Поэтому на этот момент обратите тоже внимание и на своих уроках обязательно с ребятами проговаривайте, что, ребят, вот это запрещено делать во время урока. Соответственно, нельзя ни в коем случае распространять ссылки, пароли доступа среди третьих лиц. весна показала, что дети шалят. Иногда на наши уроки приходят непонятные люди, вроде бы под именами наших детей, но вытворяют там странные вещи, не очень цензурные вещи, срывая практически уроки. И надо объяснять, что это в принципе является нарушением, это является кражей проидентитета, это является еще и правонарушением административного характера, то есть за это можно получить какую-то ответственность. И что дети все-таки должны заходить на видеоуроки и в среды обучения именно со своими адресами электронной почты, под своими именами, со своими номерами телефонов, если уж на то пошло, и распространять номера телефонов, имена и адреса телефонной почты мы не имеем права без разрешения. Зачастую родители, допустим, классным руководителям говорят, дайте мне телефон этого учителя, я позвоню. Вы не имеете по-хорошему права раздавать учителя телефоны коллег родителям, то есть вы сначала должны все-таки уточнить у коллеги, а могу ли я дать твой телефон вот этому родителю, он хочет с тобой поговорить. Будьте, пожалуйста, в этом отношении тоже очень внимательны и корректны, я понимаю, что рутина, нагрузка и все такое, но тем не менее вы можете попасться в такую ситуацию, попасться в такую ситуацию, когда разъяренный коллега будет вам писать злые письма и говорить, зачем ты мой телефон дал вот этим родителям, что у меня с ними допустим контакт не очень и я предпочитаю с ними общаться только в очень официальной манере через эколь или через электронные письма. То есть вот это такие моменты, о которых можно тоже очень долго говорить, к сожалению сегодняшний формат нам этого не позволит. и далее чем можно упростить себе процесс и уменьшить нагрузку. Привлекайте ребят к некоторым этапам, например, к оцениванию. Используйте существующие в доступе заготовки, ведь в этих базах и learning apps и так далее очень-очень много различных уже готовых материалов по многим предметам. возьмите себе времени, я понимаю, что запастись трудно, но тем не менее найдите это время, пускай раз в неделю, пускай два раза в неделю. Посмотрите, сядьте и посмотрите, что там есть. Это сэкономит вам час-два-три может быть, а может быть и больше. Используйте варианты автопроверки. Те же Google формы можно сделать таким образом, что оно проверит вам те работы, которые дети присылают. Думайте над целесообразностью ежеурочной проверки заданий, потому что если вы будете проверять задания прям вот каждый урок, а у вас детей, скажем, у вас семь уроков в день и в каждом классе по 30 человек, ну, это 210 работ вы каждый вечер будете проверять, вы себя загоните, вы детей загоните и получите очень много различных нервных отклонений, которые никому не нужны, поэтому может быть не каждый раз, не каждый день надо проверять у всех 30 учеников уроки, возможно, можно группами как-то проверять или опять же не имеет смысла оценивать каждый урок, подумайте, может быть как-то сделать систему накопления оценок, допустим, что если три домашних задания у тебя сделаны, тогда ты получаешь отметку или как-то так. очень много сейчас различных наработок в сети существует и в фейсбуке, я знаю, и в контакте, и в одноклассниках, я думаю, тоже, где коллеги в группах, в сообществах профессиональных делятся своими наработками, делятся идеями, смотрите, учитесь, потому что информации на самом деле очень много, и вместо того, чтобы изобретать велосипед самим, вы можете увидеть там какой-то метод или какую-то находку, которая очень хорошо пришлась и проработалась на детях, и вы можете просто ее немножко адаптировать, а не придумывать полностью самим. Тесты с вариантами самопроверки, то есть давайте варианты, где вы высылаете контрольную работу, дети выполняют работу, через какое-то время вы выставляете ответы и говорите так, проверьте, пожалуйста, и оцените. То есть вот такие моменты тоже можно абсолютно, если вы работаете в классе вдвоем, на классе, и вы идете практически вровень, давая детям один и тот же материал, то можно абсолютно разделить подготовку по темам или урокам абсолютно. Я согласна тут, то есть опять же идет в полной мере сотрудничество, и сотрудничество, я бы сказала, сотрудничество с коллегами это при подготовке к уроку сейчас выходит на первое место. Оно сейчас даже намного важнее, чем оно при обычном обучении, потому что это вариант, который экономит очень много времени не только вам, но и коллеги. Екатерина, я вижу у вас вопрос, сразу скажу, что обязанность включать камеру на уроках это вопрос, который должен быть установлен решением школы или детского сада. если такой обязанности нет и она нигде не прописана, то он не обязан этого делать. В некоторых школах прописано обязательное включение камеры, в некоторых школах прописано включение камеры по требованию учителя, буквально на 1-2 минуты, чтобы учитель срисовал, что да, ученик у меня за компьютером сидит именно тот, который мне нужен. в некоторых школах камеры, обязанность включать камеры существует в таком случае, когда ребенок отличает, он должен включить микрофон, он должен включить камеру, чтобы учитель его видит. Поэтому я думаю, что волноваться на пустом месте не надо, я рекомендую вам для начала уточнить, по каким правилам живет ваше учебное заведение. Так, теперь вопросы и ответы я еще раз прошу вас дать по ссылке с Лидо и обратную связь к сегодняшнему вебинару вы видите ниже и в обратной связи тоже там будут вопросы по поводу того, нужны ли вам консультации на русском языке, вот такие кратенькие в течение часа со своими вопросами или какие-то темы вы хотите, чтобы были освещены больше. И так далее. до сих пор вебинару вебинару